Всем привет! У нас сегодня на обзоре маленькие карандаши гублефориата. Их у нас, если не ошибаюсь, пять штук. Да, пять штук. Вот, укрытие. Тут еще должны быть соседи. Здрасте. Что можно конкретно рассказать? Родились они у нас недавно, им буквально даже еще месяца нет. У них есть влажная камера, мох. Мы поставили им термоковрик, небольшой совсем, потому что контейнер тоже небольшой, примерно 40-30 на 30. Им больше не нужно. Объясняю почему. Потому что им проще находить еду. Если вы пересадите маленького блюфара сразу в контейнер для взрослого особи, естественно, они будут теряться в поисках еды. Также можно еще обеспечить животное поилкой, чтобы тоже было влажности, чтобы они пили водичку. Естественно, их родители, если это видео наберет хотя бы 1000 лайков, я покажу. Какие морфы выйдут, пока еще загадка, но они, естественно, с возрастом будут меняться. Кладка у нас была... у нас еще кладка лежит в инкубаторе постепенно. Если рассказать про кладку, то чаще всего про сам процесс самка откладывает ночью или ранним утром, закрывая их в мох влажной камерой. То есть, сначала яйца влажные, немного липкие, а затем начинают подсыхать и прилипают к дну влажной камеры или друг другу. То есть, если вы увидели яйца и возьмите их аккуратно, слипшиеся, если можно полить еле-еле теплой водой. То есть, старайтесь их не разрывать, потому что вы повредите плод одного или обоих яиц. Сама инкубация — это самый ответственный момент при разведении плехуаров. Время инкубации и пол будущих, естественно, малышей зависит от температуры. Примерно 29,5-32 будут вылупляться самцы. Время, по-моему, от 40 до 50 дней, может 55, по-моему. Если нужны самки, то от 26 и вот тут 27,5-28. А если нейтральная сторона, 28-29, то есть не выше 30, но от 28. Там инкубация будет 50-60 дней. А у девок инкубация 50 и до 70 дней. То бишь, из этого мы делаем вывод, что у девочки, естественно, они дольше сидят. Про сам температурный режим. Температура ниже 24 и выше 35 градусов. Угубительный тесародыш, если продолжается несколько часов. Также не забываем увлажнять ваш инкубатор. Ну, не прискать, не поливизатором. Подсказал нам человек один такой способ. Можно чуть-чуть яйца увлажнять капельками воды. Ну, я как брал с ложки, получается, чуть-чуть на яйцо, то бишь, потому что в сухом виде оно сгорит. Ну, у нас был такой горький опыт, когда яйцо именно сгорало. Вот и все. У меня на канале есть видео про инкубатор. То бишь, мы собирали инкубатор, но потом его переделали. Термоковрик поставили сверху и снизу. Это еще один минус. Я смотрел на канале на дно, как собирается инкубатор. Подробно по такой же схеме собрал, но это неправильно. А так, сейчас наблюдаете, как вот они резвятся. Сейчас фокусировка плохая. Кидаем у жучков, они вроде как не хотят, пока есть. Малые ступенькие, несообразительные. Видите в зеркале, в отражении, как зеркало, как попугаев два. По поводу постилки, мы стелим, вот видите, вот такая вот бумага, твердая. Знаете, как в общественных местах, в общепитах, такие ровно большие, можно их использовать либо мягкие одноразовые полотенца. У нас не было мягких одноразовых полотенцев, мы решили использовать вот это. Можем маленький декорчик добавить. Вот и все. Когда сам процесс за малышов на вторые-третьи сутки жизни малыш линяет, а на третьи кушает своего первого сырчика. Это физиологическая норма. Если еще так есть, это замечательно. Кормите, выращивайте своих малышей. То бишь им желательно сначала полинять. То есть не впихивайте им, они сами разберутся. То бишь уже природа позаботилась так, чтобы животное уже было адаптировано. Сам процесс именно наблюдения очень весьма захватывающий. Это наш первый вылуп, поэтому не подпишитесь на канал, поставьте ему лайк. И у нас много полезного на нашем канале, естественно. Высотой контейнера 30-40-30-30. Берите небольшой. Если у вас несколько малышей, то бишь, я думаю, до 10 штучек, если у вас будет, и блефаров они могут именно там ужиться. Ничего страшного не будет. Также у нас имеется очень много видео про блефаров. Особенно про нашего первого блефара, про Тома. Очень красиво малыши получились. Давай, двигайся, двигайся. Нам домик надо поставить. Мне кажется, это девочка. Она постоянно любит туда за домик забегать. По кормюшке. Кормите их маленькими сверчками, маленькими таракарками. Если дадите им за фобоса, лучше хотя бы его располовиньте. Потому что иначе малыши с ним не справятся категорически. Так что подписывайтесь на наш канал, поддержите наш канал лайком, подпиской. И не забывайте смотреть. Дальше будет еще интереснее. Всем спасибо и пока.